Помните сцену из фильма Леонида Гайдая, Иван Васильевич меняет профессию? Что там Яковлев делал с собой, как с царем псевдо? Так вот и я пытаюсь что-то вам такое изобразить для того, чтобы вас немножко с утра развеселить. А если говорить серьезно, то вот два вот этих инструмента сегодня помогут вам и мне, дорогие друзья, рассказать вам о том, как вы можете облегчить свое состояние и помочь себе при болях в коленных суставах. Жена мне говорит, что-то у тебя, милый, с утра глаза подозрительно блестят. На что я ей, как человек, давно упорно не пьющий ответил, милая, это тестостерон. Поэтому, дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим о том, что ковидное и пусковидное пространство отмечается резким снижением тестостерона у мужчин и резким снижением эстрогена у женщин. Чем это чревато? Это чревато, в первую очередь, астеническими и постастеническими, психопатическими расстройствами личности, вплоть до этого. Но, кроме этого, очень важно отметить, что именно постковидный дефицит тестостерона и других половых гормонов очень важен с точки зрения того, как у нас быстренько формируются сложные заболевания суставов. А воспаление коленных суставов является одним из ведущих на сегодняшний день. И уже сегодня ортопеды, к сожалению, и травматологи констатируют большое количество спонтанных, еще не начавшихся осенних переломов. Почему я говорю еще не начавшихся? Потому, что наши коллеги ортопеды и травматологи, как раз таки, очень хорошо в этом смысле отмечают большое количество переломов нижних конечностей, тазобедренных суставов, коленных суставов, лодыжечных, в типичных местах лучезапясных переломов именно в осенний период. С чем это связано? Это связано с тем, что наступает межсезонный остеопороз. Межсезонный остеопороз характеризуется тем, что организм в системе детоксикации печени, в системе мощностей переваривания со стороны желудочно-кишечного тракта, не успевает отработать те ушедшие микроэлементы, которые мы, к сожалению, теряем в осенний период после того, как заканчивается лето. И поэтому, чем мы можем себе в этом случае помочь? Как мы можем облегчить заболевания и боли в области коленных суставов, в первую очередь, потому что на сегодняшний день это одна из актуальнейших, я повторяю, проблем. За много долго до расцвета такой дисциплины рефлексотерапевтической, как Суджок, я был знаком, это было в начале восьмидесятых годов, с известным немецким физиотерапевтом, профессором Клаусом. Так вот, профессор Клаус рассказал и показал мне прием, который замечательно им был использован, использован его коллегами, в случае болевой компоненты со стороны коленных суставов. Что для этого было нужно профессору Клаусу? Вот такая вот обычная, меньше, чем десертная ложечка, которая очень сильно замораживалась, очень сильно замораживалась. И в состоянии холода прикладывалась на... Почему я чуть выше сказал несколько слов о Суджок терапии, о профессоре Паке? Потому что именно профессор Пак предложил, так называемой, анатомо-физиологические органные ассоциации. Так вот, профессор Клаус, за много долго до профессора Пака, предложил ту же самую методику. Глубоко замороженная ложка, маленькая, прикладывается глубоко к болящему колену. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом. До полного согревания, вот этой замороженной ложечки, на левом или на правом, или по очереди на левом, или на правом. Коленных суставов. Если вы левша, начинайте, конечно, у себя работать на левой ладошке, начинайте работать у себя на левых пальцах. Потому что именно третий и безымянные пальцы, в области сгиба, являются анатомо-физиологическими органными проекциями коленных суставов. Дальше, больше, теми же самыми замороженными ложечками, профессор Клаус очень хорошо пользовался, с точки зрения систем возбуждения блуждающего нерва. Почему? Потому что немецкие специалисты, в первую очередь, стали говорить, первое, вернее, стали говорить, а соответственно, в первую очередь, среди всех остальных, стали говорить о том, что ведущую роль в проблемах страдания тазобитных суставов, имеет состояние седалищных нервов. И, кстати сказать, пользуясь случаем, хочу вам доложить, уважаемые коллеги, что пресловутые грыжи Бейкера, как раз таки, являются очень яркой иллюстрацией проблем нарастающего спондилеза в области пояснично-креслового отдела. Что грыжи Бейкера, подколенные, является яркой иллюстрацией того, что делается в органах малого таза. Является яркой иллюстрацией того, как ведут себя большие и малые поясничные мышцы. И диагностирование болезни Бейкера, грыжи Бейкера, говорит о том, что сформировалась или формируется тенденция к опущению желудка, к опущению внутренних органов. Итак, вернемся к нашим баранам в лице седалищных нервов. Опять мы с вами замораживаем ложку, или у нас таких ложек, в морозильнике несколько, в камере холодной нашего холодильника. Вот так вот разворачиваем руку, вот так вот разворачиваем руку. Берем другую холодную ложку, и вот от этого места, вот от этого места, вот от этого места, это место выхода седалищного нерва из костей таза, начинаем вот таким вот образом проводить по внутренней поверхности пальца. Это у нас левая нога, вот таким вот образом начинаем проводить до согревания по внутренней поверхности третьего пальца. Это у нас правая нога. Опять же, по тому же правилу, если вы левша, вы начинаете это делать на левой руке, как я. Если вы правша, вы это делаете на правой руке. Вот таким вот образом до согревания. Итак, мы холодной замороженной ложкой сняли боль, сняли боль и вернулись к седалищным нервам. Вот таким вот образом. Помогает это? Да, уважаемые коллеги, это очень хорошо помогает. И кстати сказать, пользуясь случаем, я вас приглашаю в сотрудничество в этом смысле. Обязательно, если у вас проблемы с ногами части седалищных нервов, если у вас проблемы с коленными суставами, обязательно воспользуйтесь вот этим простым, чуть ли не вульгарным предметом, для того, чтобы облегчить свое состояние. Если вы это сделаете, обязательно нам напишите, Статьяна Владимировна, что вы почувствовали и насколько вы облегчили свое состояние. И помните, пожалуйста, о том, уважаемые друзья, что все спазмы, что все болевые компоненты, это всегда дефицит ферментов. Каких ферментов? А их большое количество. А для того, чтобы их восстановить, минуя провальный, химический, так называемый, аптечный путь, мы вам рекомендуем наш новый, замечательный препарат, под названием Панкреобелит, который мы назвали, спасибо Татьяна Жуни, который мы назвали нашей сухой русской травяной баней, или нашей сухой, ну, извините за тавтологию, не русской травяной сауной, хотя финной, ну, как к ним просто относиться, того, что они с нами делают. Поэтому, русская сухая травяная баня, именно вот состав трав, который входит сюда, состав Панкреобелита, он очень хорошо замещает утраченные и подстегивает институты восстановления тех ферментов, которые нам не хватает в желудке, тех ферментов, которые нам не хватает в печени и желчном пузыре, и тех ферментов, которые нам не хватает в поджелудочной железе. И помните, пожалуйста, о том, что чем тяжелее происходят, и тягостнее происходят болевые приступы, тем мы, в большей степени, теряем наши замечательные ферменты, а их восстановить достаточно тяжело. Вот почему Big Pharma и зарабатывают, уважаемые коллеги, очень большие деньги на своих химических рекомендациях. А мы вам рекомендуем, как прежде говорили, в старые, добрые, хорошие времена, натурпродукт. Вот он, натурпродукт, который поможет вам избавиться от многих страданий, а в контексте сегодняшней темы, поможет вашим коленным суставам, тазобедренным суставам, вашей пояснице и вашим блестящим глазам. Потому что качество фермента напрямую связано с уровнем тестостерона. Вот так. Будьте здоровы!